Девятый стих И мы также познакомились с целым рядом подходов к ее толкованию. И далее мы рассмотрели каждый из этих подходов в отдельности на предмет корректности, то есть соответствия тому смыслу, который изначально был заложен в эти слова Иисусом Христом. И, как вы помните, мы изучили инклюзивистский подход и отметили связанную с ним проблему грамматического плана. Употребляемое в оригинале слово «мэй», стоящее прямо перед словом «парнея», обозначает включение, а не исключение. Отсюда мы обосновали наши сомнения в правильности данного подхода. И второй подход, который можно назвать так без комментариев, он основан на идее о синонимичности терминов «ирвад-давар». Этот термин был употреблен во Второзаконии, 24 глава, 1 стих. И термина «парнея», употребленного в Евангелии от Матфея, 19 главе. Обсуждение вероятного значения терминов «ирвад-давар» и «парнея» в отдельности привели нас к выводу о наличии семантической разницы между этими словами. Следовательно, чтобы быть приверженцем этого подхода, следует стоять на позициях синонимичности «ирвад-давар» и «парнея», что, как показало наше исследование, довольно сомнительно. Еще одним уязвимым местом данного подхода является то, что в рассматриваемых стихах якобы не звучит мнение самого Христа. На самом же деле Иисус отвечает на вопросы фарисеев, просто при этом Он говорит нечто для них неожиданное. Так что свое сомнение Он все же ясно и коротко выражает. Теперь мы переходим к третьему подходу. Прошу прощения за качество изображения слайдов на экране. Я не знаю, почему так получилось, но поделать с этим уже ничего нельзя. Итак, подход «разъяснение взгляда обвинения». Этот подход вызывает сомнения по одной простой причине. На прошлой неделе мы указывали на единодушное мнение исследователей о том, что в Евангелии от Матфея в 19 главе, где приводится оговорка об исключении, и в Евангелии от Матфея в 5 главе мы имеем дело в обоих случаях с синонимами, какое бы значение им не приписывали. Этот подход отличается особым акцентом на тексте в Евангелии от Матфея в 5 главе. Даже если бы вы были склонны полагать, что толкование текста Евангелия от Матфея 5 с позиции данного подхода ошибочно, это объяснение совершенно не подходит к тому, что написано в Евангелии от Матфея 19 по причине языковых различий. В Евангелии от Матфея в 5 главе в центре внимания находится судьба разведенной женщины, а также ее нового мужа, в том случае, если она повторно вступает в брак. В Евангелии же от Матфея 19 главе речь идет о том, что происходит с мужчиной, который развелся и женился на другой. Таким образом, вряд ли возможно просто так осуществить смысловой перенос значений событий, описанных в 5 главе Евангелия от Матфея, на ситуацию, описанную в 19 главе Евангелия от Матфея. Далее мы рассмотрели три подхода, которые, как вы помните, ставили во главу угла факт отсутствия оговорки об исключении, изложенная в Евангелии от Матфея 19 глава 9 стихе, и в трех других Евангелиях. Кроме того, особо подчеркивалось то, что Матфей адресовал свое Евангелие в первую очередь евреям, стремясь убедить их в том, что Иисус – это действительно обещанный Мессия. На этой основе был сделан вывод, что оговорка об исключении, примененная в Евангелии от Матфея 19.9, должна рассматриваться в контексте культуры, в контексте религиозных убеждений и законов еврейского народа. Три последующих примера, которые мы сейчас приведем, основываются именно на этом. В первом из них речь шла об измене в период помолвки, в связи с чем мы обратились к свадебным обрядам и традициям евреев. И мы установили, что если между заключением соглашения о браке, возможно, еще в детском возрасте, жениха и невесты, и началом их непосредственного совместного проживания, как мужа и жены, произошла супружеская измена, в таком случае закон Моисеев позволял пострадавшему, так сказать, супругу, развестись и заключить новый брак. Так что сомнения в правильности этого подхода, как мне кажется, вызваны тем, что в Евангелии от Матфея 19 ничего по этому поводу не сказано. Ведь там есть лишь только краткая фраза «не за прелюбодеяние», по-гречески «мейпорнеа», которая далее никоим образом не объясняется с позиций еврейского закона. И если Иисус имел в виду именно это, а Матвей в языковой форме пытался передать именно эту мысль, то, вероятно, Матфею не составило бы труда пояснить, что речь здесь идет об измене в период помолвки, поскольку в первых двух главах своего Евангелия евангелист Матфей как раз и повествует о подобном инциденте в жизни Иосифа и Марии. Мы там читаем о беременности Марии и о связанных с этим мыслях Иосифа. Помните, что он видел во сне. Поэтому крайне трудно обосновать наличие прямой связи между Евангелием от Матфея, 19 глава, 9 стих и еврейским законом о помолвке. Я допускаю, что это возможно, но при наличии аргументов, основанных на тексте Евангелия от Матфея, 19 глава, должны быть аргументы фактические, а не гипотетические. Косвенным аргументом, однако, может стать тот факт, что Матфей писал именно для еврейской аудитории. Да, но два следующих взгляда также основаны на том, что это Евангелие для евреев. Тогда получается, что если это единственный аргумент в пользу прямой связи между оговоркой об исключении и еврейским законом, а конкретнее проблемы измены в период помолвки, тогда данный взгляд не более обоснован, чем два последующих взгляда. Еще одно уязвимое место всех трех обсуждаемых подходов заключается в том, что адресованность Евангелия конкретной аудитории якобы предполагает обсуждение тем, актуальных именно для этой аудитории. И ни для какой другой. Это не так. Немного позже мы порассуждаем на тему еврейской природы Евангелия от Матфея и вытекающих отсюда последствий. О подходе, называемом «смешанный брак», можно сказать примерно то же самое. Возможно, он еще более надуман, чем остальные. Здесь речь идет не о законе Моисеевом, которому учились поколение в поколение, и который должен был соблюдаться на протяжении веков, а о некоем конкретном событии, которое произошло во времена Ездры и Ниемии по возвращении евреев из Вавилонского плена. Приверженцы этого взгляда не утверждают, что прецедент в прошлом дает право поступать подобным образом, то есть разводиться в наши дни. Отнюдь. Они лишь утверждают, что обсуждаемые стихи необходимо рассматривать в свете еврейской культуры. Все это произошло во времена Ездры и Ниемии. Тогда развод разрешался. Но это был экстраординарный случай, уникальный в своем роде. А значит, к нам сегодня он не имеет никакого отношения. Иными словами, разводиться запрещено. Далее. И текст, и контекст Евангелия от Матфея, 19 главы, должны быть гораздо более широкими и информативными, чтобы мы могли заключить, что слова Христа «не за прелюбодеяния» Мэйпорнея должны рассматриваться в свете событий времен Ездры и Ниемии. Возможно, что это так? Да, возможно. Действительно ли это так? А вот это аргументированно утверждать невозможно. Следовательно, есть основания поставить данный подход под сомнение. И последний из подходов, запрещающих развод, опять-таки имеет отправной точкой еврейский характер Евангелия от Матфея. Здесь имеется указание на инцест, о котором мы читаем в Кодексе Святости, в законе Моисеевом. Знаете, я ни в коем случае не стал бы отрицать, что Кодекс Святости, записанный в книге Левит, 18, и 20 главах запрещает инцест. Нет. Но проблематичным мне здесь представляется, что, во-первых, то, о чем я уже говорил, применительно к первым двум подходам, а именно, что в самом тексте здесь нет указаний на то, что Матфей имеет в виду именно это. Кто-нибудь может сказать «да», но если, по крайней мере, провести лингвистический анализ слова порнея, то этот анализ покажет, что в ряде случаев данное слово употребляется для обозначения инцеста. И это так, что, опять-таки, допускает возможность предлагаемого приверженцами данного подхода толкования. И, наверное, оно было бы даже более обоснованным, чем два предыдущих взгляда. Но к этому также можно добавить, что слово порнея, как показывает тот же лингвистический анализ, может употребляться для обозначения и других понятий, например, обозначения прелюбодеяния или шире любого сексуального извращения или непотребства. Однако, помимо этого, вопрос вызывает еще один момент. Почему из всего Кодекса Святости сторонники этого подхода выбрали только одно правило, оставив за пределами внимания все остальные? Давайте вспомним, что записано в книге «Левит» в 18-20 главах. Там упоминаются гомосексуализм, скотоложество, инцест, и все это так, правда. Но, кроме того, там даются правила и установления относительно интимных отношений с женщиной во время менструального кровотечения и многого другого. На основании чего делается вывод, что под словами «не за прелюбодеяния» Майпорнея Иисус подразумевает весьма ограниченную часть Кодекса Святости. Мне представляется, что апелляция к этому Кодексу требует обоснования, почему из всех возможных правил и установлений, составляющих его содержание в качестве основы для понимания слов Христа, выбрано именно это, то есть инцест, а не какое-либо другое или все в совокупности. Итак, с моей точки зрения, контекст Евангелия от Матфея, 19 глава, 9 стих, не дает нам достаточной информации для подтверждения корректности данного подхода. И не только. Когда мне указывают на другой контекст в качестве дополнительного аргумента в пользу этой позиции, я нахожу в нем другие проблематичные моменты. Так, например, если бы кто-либо переспал бы с представителем своего же пола или с животным, то это наверняка следовало бы рассматривать как нарушение обета прилепиться к своему супругу и, соответственно, как законное основание для развода, поскольку в Божьих глазах брачные узы такими действиями были бы уже разорваны. А если допустим развод, тогда допустимо и вступление в новый брак. Итак, если эти другие половые непотребства также возможны, то откуда же здесь вывод о том, что в Евангелии от Матфея, в 19 главе, Иисус имел в виду только инцест? Даже если мы решим, что слова Христа имеют отношение к Кодексу Святости, а мы уже приводили аргументы в поддержку этого утверждения, все равно потребуются дополнительные доводы, чтобы показать, что в своей оговорке об исключении Мэй Порнеа, не за прелюбодеяние, Иисус подразумевал именно инцест, а не что-то другое, или некую совокупность пороков, упомянутых в Кодексе Святости. Ну что ж, а теперь хотелось бы сделать еще пару замечаний по поводу еврейского характера и еврейской природы Евангелия от Матфея. Я не буду это отрицать, но обращу ваше внимание на то, как этот факт используется применительно к обсуждаемой нами теме. По сути, он приводит к следующим заключениям. Если Евангелие адресовано отдельной, конкретной группе людей, то его содержание не должно выходить за рамки знаний и опыта этих людей. Следовательно, если Матфей писал преимущественно для евреев, то речь в его Евангелии должна идти о вещах, актуальных для евреев. А если Марк, Лука и Иоанн в своих Евангелиях обращались к язычникам, что и писать они должны были в контексте знаний и опыта язычников. Отсюда логический вывод. Направленность на определенную аудиторию подразумевает вполне конкретного адресата. По крайней мере, создается такое впечатление. Давайте допустим это в целях исследования вопроса. Итак, создается впечатление, что ничего языческого в Евангелии от Матфея быть не может. В этой связи очевидными представляются два момента. Первое. Несмотря на всю его очевидность, этот момент часто, к сожалению, упускают из видов. Ничто не запрещает нам говорить на темы, не вполне актуальные для наших собеседников. И то обстоятельство, что я преподаю в вашей группе, не означает, что я не могу обсуждать с вами вопрос, возникший в ходе моего преподавания в другой аудитории. При этом для вас этот вопрос может оказаться неактуальным, может быть не относящимся к вашей ситуации, хотя, возможно, в этой ситуации почти все покажется не относящимся к теме. Но, предположим, предположим, я выберу тему лекции, которую я читал другим студентам. И если бы я начал рассуждать на эту тему, вы не стали бы говорить, к сегодняшней теме этот вопрос не имеет никакого отношения, а значит, слова лектора следует понимать не в прямом смысле, а как-то иначе. Ведь вы не стали бы так говорить, правда? Итак, мы можем обсуждать темы, и мы можем говорить о людях, отличных от наших собеседников. Второй аргумент заключается в том, что следует весьма и весьма осторожно подходить к контекстуальному аргументу. В противном случае мы рискуем дойти до крайнего абсурда. Итак, предполагается, что Евангелие от Матфея адресовано евреям, и толковать его надо в контексте еврейской культуры. Соответственно, для язычников оно не предназначено. Оно не о них, и читать им его не стоит. Так предполагается. Если же, с другой стороны, Евангелие адресовано язычникам, то и обсуждаться в нем должны актуальные для язычников темы, а евреям его читать совсем не обязательно. Но если это так, позвольте обратить ваше внимание на одно серьезное возражение против такого понимания. Не с точки зрения этики, а в контексте пророчества о последних днях. Всем вам знаком текст 24 и 25 глав Евангелия от Матфея. Это диалог Христа с учениками, в ходе которого ученики задают Иисусу ряд вопросов о будущем храма, о будущем Израиля и о кончине века. Они спрашивают Его о том, когда произойдет то, о чем Он говорит, то есть разрушение храма. Помните, когда Иисус сказал, видите ли все это? Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Стревоженные ученики спросили тогда Христа, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века». Вы знаете, если повествование должно вестись только в контексте еврейской культуры и традиции, то вы наверняка бы подумали, не так ли, что ответ на первый из этих двух вопросов, когда это будет, а конкретнее, когда будет разрушение храма, должен быть в том же Евангелии от Матфея. Но с этим можно поспорить. Если ответ на этот вопрос события 70-х годов нашей эры, когда в Иерусалим вошли римские войска под командованием Тита и разрушили город, то довольно легко доказать, что ответ как раз-то содержится отнюдь не в Евангелии от Матфея. А знаете где? В так называемом «языческом Евангелии от Луки» в 22 главе этого Евангелия. Именно там дается развернутое предсказание. Исследователи обоснованно утверждают, что в этом тексте содержится предсказание о войнах еврейского народа, кульминации которых можно считать вторжение римлян в Иерусалим и его разрушение Титом в 70-х годах новой эры. Получается какое-то неловкое положение. Языческое, так сказать, Евангелие столь пространно повествует об истории еврейского народа, тогда как в еврейском, так сказать, Евангелии мы находим лишь вопрос на эту тему. Я отнюдь не критикую характер повествования Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а лишь обращаю ваше внимание на то, что если исследуемая стратегия толкования построена на упомянутом допущении о том, что толковать текст нужно в контексте культуры, конкретного адресата, то она вызывает целый ряд серьезных возражений. А теперь следующая позиция. Она называется «развод разрешен, повторный брак нет». Эта точка зрения была наиболее распространенной в ранней церкви. И эту точку зрения, как вы помните, предложили и отстаивали Хетт и Уэннам. Итак, как мы отмечали на прошлой неделе, если прочесть девятый стих из девятнадцатой главы Евангелия от Матфея без вышеупомянутой оговорки об исключении, то есть без Мэй Порнея, то получится следующее. Вот как будет звучать этот стих. «Кто разведется с женою своею и женится на другой женщине, тот прелюбодействует». Итак, вот такой вопрос. К чему относится исключающая фраза «Мэй Порнея» «не за прелюбодеяние»? Относится ли это исключение только к словам Христа о разводе? Или же это исключение нужно относить к наставлениям Христа о разводе и повторном или новом браке? С позиции толкования данного конкретного подхода о причине исключения, она представляет собой исключение в аспекте оснований для развода, а к повторному браку это исключение не относится. То есть те из вас, кто может быстро просмотреть строение этого текста, и даже те, кто не имеет такой возможности, сразу же обнаружат в этом подходе уязвимое место. Здесь употребляется предаточное условие. В английском языке «если кто разведется и женится, то он прелюбодействует». Следовательно, оговорка об исключении относится ко всему предаточному условию. Нет оснований считать, что она, эта оговорка, распространяется только на первую его часть. И это означает, что тот, кто развелся и женился вновь, прелюбодействует. То есть прелюбодействует не тот, кто просто разводится, а тот, кто расторгает один брак и вступает в другой. Это основное правило. А оговорка об исключении служит атрибутом ко всему предаточному условию. Возникает вопрос, почему Матфей пишет «кто разведется с женою своей и женится на другой не за прелюбодеяние, тот прелюбодействует». Наличие здесь оговорки об исключении приводит к выводу, что речь в этом стихе идет обо всех случаях вступления в новый брак, кроме тех, когда предыдущий брак распался по причине прелюбодеяния. Видите ли, если задуматься над тем, куда здесь можно ввести оговорку об исключении, то любое другое ее место в рамках предложения повлечет за собой изменение значения, желательно исключительно для данного подхода. В качестве пояснения сказанного приведу пример. Если поместить оговорку об исключении в конец предаточного условия, то получится, что вступление в новый брак было под почвой прелюбодеяния. То есть в исключительном случае были люди, которые вступали в новый брак ради прелюбодеяния. Но ведь в стихе говорится совсем не об этом. Хотя именно такое значение напрашивается, если поместить оговорку об исключении в конец предаточного условия. Если же поместить ее в самом начале предаточного условия, то возникает другая проблема. А если поместить ее в самом конце предложения в целом, то появится еще и третья проблема. Хета и Уэнома, похоже, не вполне устраивает существующее место оговорки об исключении, поскольку понятно, что только в этом случае оговорка относится ко всему предложению. И если допустить это, то придется принять позицию разма, что, разумеется, их не устраивало. Однако введение оговорки об исключении в любое другое место предложения влечет за собой такое изменение значения, которое иначе чем абсурдным не назовешь. Вступление в новый брак ради прелюбодеяния? Кому это надо? Глупость какая-то. Итак, при наличии в предложении предаточного условия, относящийся ко всему предаточному предложению оговорка и об исключении, становится понятным, что при любом толковании оговорки об исключении эта оговорка относится не только к разводу, но и к повторному браку. С этим мы переходим к подходу, допускающему как развод, так и новый брак. Мы уже отмечали, что он представлен несколькими вариантами. Первый из них признает существование законного основания для развода, а именно порнея. При этом порнея в данном случае толкуется весьма узко, как прелюбодеяние. Другой вариант допускает более широкое значение слова порнея, включающее целый ряд сексуальных непотребств. И как мы говорили на прошлой неделе, при изучении возможных вариантов и особенностей употребления Матфеем термина порнея, создается стойкое впечатление, что значение прелюбодеяния Матфей выражает с помощью другого слова, отличного от слова порнея. Вспомните текст из Евангелия от Матфея, 15 глава, в котором употребляется слово «мойхея». Оно употребляется там сразу же после того, как было употреблено слово порнея. Итак, «мойхея» означает прелюбодеяние. И если порнея употребляется исключительно в том же значении, то здесь налицо окажется языковая избыточность. В перечне грехов это звучало бы как «прелюбодеяние», запятая «прелюбодеяние». Что это? Авторский перьем? Отнюдь. Вероятнее всего, порнея и мойхея обладают разной семантикой. Последнее употребляется в более узком значении, в значении прелюбодеяния, тогда как порнея представляет собой более широкий термин. К следующему вопросу мы обратимся буквально через минуту, и в связи с ним будем разбирать первое послание Коринфянам, 7 главу. Как я утверждаю, что мы имеем дело с подлинным исключением. На прошлой неделе мы объясняли логику правила исключения. Я утверждаю, что развод по любой причине, кроме прелюбодеяния, не является законным в глазах Бога. Соответственно, новый брак будет рассматриваться как прелюбодеяние. С другой стороны, если брак расторгнут из-за прелюбодеяния, а порнея есть нарушение обета прилепиться к своему супругу, то этот брак расторгнут и в глазах Божьих. А значит, сам развод – это лишь официальное подтверждение на уровне государства уже разрушенных отношений между людьми. И если брачные узы с первым супругом или супругой действительно расторгнуты по причине неверности другого виновного супруга или супруги, то вступление в новый брак не будет прелюбодеянием, не будет грехом против первого супруга, поскольку он уже бывший супруг или супруга. Именно поэтому, если основанием для развода стало порнея, то допустимо, законно, не совершая при этом греха, вступить в новый брак, имеется в виду невиновной стороне. Как мы уже говорили на прошлом занятии, особо следует отметить и даже подчеркнуть, что 9 стих 19 главы Евангелия от Матфея не обязывает супругов разводиться по причине прелюбодеяния. Фактически этот стих вообще ничего не приписывает. Он представляет собой данную Христом нравственную оценку определенных поступков человека. Если вам известно, что развод с супругом по любой причине отличный от порнея и следующий за этим новый брак – это прелюбодеяние, вам также известно, какие меры наказания предусматривал закон Моисеев для прелюбодея и прелюбодейки. Это, в свою очередь, приводит к мысли, что развод на любом основании, кроме порнея, недопустим, что говорит об ошибочности взглядов последователей школы Гилеля, которые считали, что расторжение брака возможно практически по любой причине. Однако сам по себе стих в Евангелии от Матфея, 19 главе, 9 стихе, не предписание, это не заповедь, а данная Христом нравственная оценка. Не в этом, ни в каком другом тексте Писания Иисус не повелевает людям разводиться. Даже если брачные узы уже расторгнуты, то примирение – это всегда первый и наиболее желательный вариант. Но если брак разрушен прелюбодеянием, спросите вы, как жить вместе дальше? Что можно сделать? Обновите заветы. Обновите обеты. Восстановите отношения перед Богом. Очевидно, в возможной ситуации, когда один из супругов не пожелает восстанавливать семейные отношения, или обоим будет понятно, что их брак восстановлению не подлежит. В этом случае им предстоит пройти через развод и, возможно, потом вступить в новый брак. И если развод произошел по причине прелюбодеяния, то есть порнея, то повторный брак ни для кого прелюбодеянием уже не будет. Грехом будет само прелюбодеяние, порнея, приведшее к закону, но не новый брак. Итак, давайте теперь закончим разбирать этот текст до 12 стиха. Следующий стих мне представляется весьма интересным. Обратите внимание, до 9 стиха создается впечатление, что это преимущественно диалог между Христом и фарисеями. Однако в 10 стихе записаны слова учеников Иисуса. То есть они либо присутствовали при разговоре Иисуса с фарисеями, либо были позже осведомлены о его содержании. Но, вероятнее всего, они все же были свидетелями этого разговора. И смотрите, что они говорят Иисусу. Говорят Ему ученики Его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Обратите внимание, это говорят не неверующие люди, а ученики Христа. Кошмар. Мягко выражаясь, неожиданная реакция. В своей книге я написал, «Утверждение о том, что развод и повторный брак – это прелюбодеяние, прелюбодеяние впервые дается в Евангелии от Матфея, 19 глава, 9 стих. Сотни лет, многие годы до этого люди разводились, разводились причем чуть ли не по любой причине. Потом они вступали в новые браки, но никто и никогда не называл это прелюбодеянием». Вы можете исследовать весь Ветхий Завет. Вы не найдете там ничего подобного. Я полагаю, что заявление Христа в Евангелии от Матфея, 19 глава, 9 стих, имплицитно, то есть внутренне, присуще и скрытно присутствует и в Ветхом Завете. Но Иисус теперь говорит об этом четко и прямо, что наверняка повергает в шок всех слушающих Его. Почему? Ведь им-то хорошо знакомы санкции закона Моисеева в отношении прелюбодея и прелюбодейки. Никому доселе было невдомек, что рутинная практика разводов и бракосочетаний могла классифицироваться как прелюбодеяние. Нетрудно представить, о чем думали ученики и другие присутствующие. «Боже правы! Получается, что я уже прелюбодей со стажем, ибо я разводился и женился уже раз пять или шесть». Ужас! Но именно это и говорил Иисус. Если развод и новый брак – это прелюбодеяние, то это серьезно. Люди понимали, что это могло за собой повлечь. Это означало, что они лишались права расторгать один брак и вступать в другой брак. Вот на таком фоне, и тогда звучит комментарий учеников. «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Проще говоря, если расторгнуть брак практически нереально, то кто в здравом уме и твердой памяти вообще отважится жениться? Зачем целенаправленно влипать в ситуацию, потенциально толкающую тебя на грех? Лучше не жениться вообще. Кто вообще захочет жениться в такой ситуации при таком положении? Но ничего себе вывод! Вместо того, чтобы вспомнить слова Иисуса в самом начале диалога, когда Он говорил о первоначальном замысле Божьем в отношении брака и понять, что Бог действительно серьезно относится к вопросу супружеской верности, то есть, если ты не собираешься хранить верность своему супругу, лучше вообще не вступай в брак? Нет. Они рассуждают в другом ключе. Если разводиться и жениться, не совершая при этом греха, так сложно, то кто в здравом уме на такое решится? Иисус же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано». Толковать эти слова превратно не составит никакого труда, если пожелать. Смысл этих слов можно представить, например, так. В девятом стихе Христос говорит, «Я дал вам общее правило и свою нравственную оценку, оценку развода, повторного брака. И вот, если вам удастся следовать моим словам, то прекрасно, если нет, ну, ничего страшного, забудьте об этом. Ведь не все вмещают слово сие, то есть, не всем это понятно и доступно, но кому дано. Так что сумеете так поступать – здорово, не сумеете – ну, не надо». Допустить, что Иисус вкладывал в свои слова именно такой смысл, возможно, но все же это маловероятно. Богу несвойственно предписывать что-либо, а потом делать оговорку типа, «Кстати, если соблюдать это вам не под силу, ну, ничего страшного, живите как можете». Так о чем же здесь говорит Иисус? «Не все вмещают слово сие». Какое слово? «Лучше не жениться». Иными словами, «Лучше оставаться холостым». Итак, Иисус имеет в виду безбрачие. Вы спросите, почему я так решил? Ну что ж, давайте прочтем следующий стих, особенно если учесть, что начинается он с союзом ибо, вводящим пояснение. Итак, «Ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». О чем же здесь идет речь? О женитьбе и замужестве? Нет. О безбрачии. При этом безбрачие людей имеет под собой основания. Одни люди остаются безбрачными, потому что из чрева материнского родились так. Здесь речь идет не о так называемых генетических гомосексуалистах, а о скопцах. Другие оскоплены от людей, то есть над ними были совершены определенные физические действия. И, наконец, третьи отказались от брака в пользу служения Богу, то есть сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Они таким образом решили избежать рутины семейной жизни. Потом Иисус говорит, «Кто может вместить, то есть осознать, принять это и жить сообразно с этим, да вместит». Иначе говоря, Иисус не рассматривает безбрачие как ущербность человека. Есть люди, которые предпочитают не вступать в брак, и на это у них есть свои основания. Поэтому слова Христа не все вмещают слово «сие», но кому дано, следует, вероятно, толковать в свете пояснений стиха 12. То есть в этом случае под словом выражение слова «сие» подразумевается именно «безбрачие». И, таким образом, это место нужно понимать как дозволение не следовать, не следовать обязательно, не следовать данному Иисусом правилу некорректно. Вы знаете, что стих 12 не дает для подобного вывода никаких оснований. Итак, здесь Иисус говорит не о вступлении в брак, не о расторжении брака, не о сексуальных непотребствах, в данном случае парнея. Здесь Иисус говорит о безбрачии и о различных категориях людей, не вступающих в брак по тем или иным причинам. Субтитры подогнал «Симон»